Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Маша Вайсман «Тоска по лобзику» Читают Маша Вайсман и Анатолий Белый Наивысшее наслаждение Лето — лучшее, что я видел на свете, поэтому оно так быстро кончается. Вообще все хорошее быстро кончается. Например, ванильное мороженое. Остается чаще всего только фруктовое. Я бы любил фруктовое, если бы никогда не пробовал ванильного. Также и с зимой. Если бы не лето, я бы очень любил зиму. Зимой снежно, чисто и забавно. Правда, надо много всего надевать, но зато падать не больно, коленки не разбиваешь. И потом Новый год. Один маленький Новый год иногда бывает лучше большого дождливого лета. Раньше я не понимал, для чего нужна весна и осень. Потом догадался. Осень нужна, чтобы мечтать о снеге. Весна нужна, чтобы ждать, когда растает снег и появится чистая земля. Это был выходной. Мы были на даче. Я выглянул из окна и заорал во все горло. Вижу землю! Вера подбежала и тоже заорала. Ура! Земля! Земля! Мы как моряки! Мы видим землю! Мы надели резиновые сапоги и выбежали во двор. Снег сошел за одну ночь. И кругом было полным-полно грязи. Надо было срочно ее исследовать. Начали мы с мелкой. Когда сапоги были уже по щиколотку в грязи, я сказал, «Вот это да!» «Весна!» сказала Вера. У забора нас поджидал первый робкий ручеек. «Давай-ка измерим его глубину», предложил я. Но это был только повод испытать сапоги на протекаемость. Мы залезли в ручей, и начался наш славный поход вдоль забора. Грязь доходила уже до середины сапог. Новые сапоги оказались очень надежными. Ноги все еще были сухими. Я обсмотрел на всякий случай на окна. Мама за нами не следила. Да и зачем? Мы ведь уже взрослые. Она сама так сказала. Как взрослые люди, мы решили идти до конца. До самого конца ручья. Конец ручья был в углу двора, у компостной кучи. Ой, это чудесная куча! В ней таится так много летних воспоминаний. Скошенная трава, арбузные корки, сырники, выдернутые с морковных и капустных грядок, ботва картошки и морковки, в том числе и незаконно выдернутой нами. Когда еще не время было ее дергать, а мы все проверяли, не выросла ли? А как еще проверить, если не выдернуть? Вот мы все дергали и убеждались, что да, не время еще дергать морковку. Ботва уже большая, а морковки еще нет. Поэтому у нас в прошлом году был не очень большой урожай морковки. А ботвы было много, и получилась чудесная компостная куча. Поначалу мы чувствовали твердь под ногами, даже стало как-то не очень интересно. Мы стали расширять русло ручьяка, чтобы он побежал веселее. Чем ближе мы подходили к компостной куче, чем веселее бежал ручеек, и тем он становился глубже. На сапоге у нас прекрасные, высокие, надежные в смысле протекаемости. Да, вот оно, наивысшее наслаждение. В таких прекрасных сапогах идти по такой изумительной грязи, текущей ручьем, сияет солнце и дует попутный теплый ветер. Мы приближались к компостной куче, вокруг нее собралось уже целое море грязи, куча возвышалась, точно необитаемый остров. Стоит ли говорить, что конечная цель нашего путешествия стала абсолютно ясна? До нее было ногой подать. Я сделал первый шаг в сторону острова кучи, и нога моя увязла по верхнюю границу сапога. — Филя, может, не надо? — осторожно сказала Вера. — Может, и не надо, — согласился я и сделал второй шаг. Желание попасть на остров было сильнее, нежелание промочить ноги. — Филя, не надо, ты утонешь! Верин голос стал скользким от слез, но отступать было нельзя. Сапоги были недостаточно высокими, и я почувствовал, как они потихоньку наполняются водой. Надо было торопиться! Я ступил на остров кучи одной ногой, потом другой. Как все просто! Вместо веренного ликования я услышал дикий верен хохот. — Что смешного, — не понимал я. — Посмотри на свои ноги! — хохотала Вера. Я посмотрел на свои ноги. — Ничего смешного в них не было! Только я был без сапог. Вот и все. Сапоги остались стоять в море. Их засосало, пока я раздумывал, идти или не идти. Вот никогда не надо раздумывать, если уже точно знаешь, что идешь. Я стояла на куче, поджав одну ногу. — Ты как цапля в гнезде, продолжала веселиться. Верка! Лучше бы мама позвала. Конечно, будет скандал, но... Я посмотрел на окна. Мама выглянула и мигом выскочила во двор. Она была в сапогах. Хорошо, что мамины сапоги оказались выше моих, и что я еще не дороса до папы, а то пришлось бы мне стоять в гнезде, пока море не обмелеет. На проходящие корабли в виде Веры надежды не было никакой. Мама схватила меня в охапку и быстро побежала в дом. — Мам, ты аист, несущий кого-то ребенка! У Веры был сегодня очень веселый день. Мне все были на кого-то похожи. — Да, только очень большого и глупого, сказала мама. Мама так старалась, чтобы я не заболел, что даже забыла меня отругать как следует. Что касается сапог, то им пришлось ждать, пока не обмелеет море. Это произошло через два дня. Зато сохли они потом все лето. Семья сумасшедших. Часть первая. В нашей семье каждый чем-то болен. У нас семья сумасшедших. Папа болен работой. Он всегда на работе, даже в выходные. Дома он болен книгами. Он лежит на диване, а перед ним стопка книг. Он читает все сразу, потому что времени немного. Когда мы с Верой начинаем слишком уж громко радоваться жизни, папа выходит со стопкой книг и говорит. Так, объявляется че-че. Че-че — это час чтения. Мы безропотно садимся на диван и читаем. Если у нас гости, они тоже садятся читать, хотя их никто не заставляет, и они могут спокойно уйти домой. Но папа приносит такие интересные книги, что никто не уходит. Если папа почему-то идет с нами гулять, это случай, про который наша бабушка Верунчик говорит, наверное, мамонт родился. Он берет с собой стопку книг и читает на ходу. Если папа вдруг едет с нами отдыхать, что тоже сравнимо с рождением мамонта, он всегда по утрам уходит, как на работу, и ходит по берегу моря со стопкой книг. Ходит и ходит до изнеможения. Потом падает и засыпает, подложив под голову стопку книг. Что касается мамы, она, конечно, тяжело больна очками, телефоном и танцами. Она все время ищет очки и телефон. Она просто не верит, что могла положить эти вещи на место, и везде ищет. Она ходит всегда на одном и том же туалетном столике. Когда находит, очень радуется и начинает танцевать. На завтра все повторяется. Иногда кажется, что она специально ищет, чтобы найти и потанцевать. Если ее послушать, она иногда говорит вполне здравые вещи. Но если посмотреть, как она танцует, то становится прямо не по себе. Я начинаю понимать, почему Вера так любит дискотеки. Но Вера не больна танцами. Она больна записками. У нее на столе валяются десятки записок. Валентинки, открытки, записки, не отправленные и полученные, написанные на тетрадных клочках. Еще Вера больна новыми тетрадями. Однажды в поисках своих очков мама обнаружила на столе у Веры десять тетрадей по русскому языку, в которых она пишет одновременно. Она выбирает их по настроению. Если хорошее настроение, то пишет в синий, если плохое, то в черный. А чему, собственно, удивляться? Если папа читает пять книг одновременно, почему же Вера не может писать сразу в десяти тетрадях? Наш дедушка Женя болен игрушечной железной дорогой. Причем давно. Мама говорит, что когда она была маленькой, Женя уже был вовсю болен. Он шести лет мечтал о железной дороге, и вот к шестидесяти, наконец, ее собрал. Сейчас ему гораздо больше, но он продолжает строить и перестраивать железную дорогу. У него постоянные проблемы с переводом стрелок, и ему все время не хватает домиков. Дорога все разрастается, уже вся Женина квартира опутана рельсами. В самом неожиданном месте тебя может настигнуть поезд. И непонятно, к чему это может привести. Я стал подозревать, что Женя не совсем точно знает расписание своих поездов. Ситуация вышла из-под контроля и превратилась просто в сценарий для триллера. Наша бабушка Верончик больна продуктами и уроками. Она приезжает к нам в субботу с огромными сумками. В них все самое вкусное. Копченая колбаска, сосиски, блинчики с мясом и, конечно, небольшой тортик. Короче, все то, что мама считает неполезным. Сияющий от радости Верунчик шумно разворачивает газетный сверток, достает, например, баночку красной икры и ждет моего восторга. Я восторгаюсь как могу. И Верунчик спрашивает, «Вы сделали уроки?» Мама довольна, что Верунчик следит за нашими уроками, но мама волнуется, что нам будет плохо от большого количества неполезной еды. И зря. Мы ведь едим очень мало. Два блинчика с мясом не могут нанести урон здоровью. Зато какое удовольствие для Верунчика! Часть вторая Раньше с Верунчиком приезжал дедушка Игорь по прозванию Пузырек. Так прозвал его наш папа, когда был маленьким, и впервые ощутил желание рифмовать. Игорек Пузырек приезжал к нам тоже не с пустыми руками. Он приезжал журналами про НЛО и карманами, набитыми батарейками, фонариками и прочими необходимыми мне вещами. Мы садились на диван, и он рассказывал мне про сенсационные уфологические открытия. Я смотрел на Пузырька и радовался, что есть на свете человек, который верит в НЛО еще горячее, чем я. Маме не нравилось, что в журналах про НЛО много отвратительных снимков и сомнительных объявлений, и что я засоряю мозги всякой гадостью. Она даже ссорилась с Пузырьком. И напрасно. Ничто не меняется так быстро, как мои интересы. Кроме того, НЛО действительно существует. И однажды мы все в этом убедились. Даже мама и наша соседка по даче, Таня. Был душный и жаркий август. Мы с мамой только что вернулись с озера, где купались, катались на лодке, обгорели на солнце. Пузырек всегда волновался при малейшей угрозе нашему здоровью. И мы убежали к соседям, чтобы он не видел наших багровых лиц и спин. Соседи пили чай в беседке. В них, как всегда, были гости. Пузырек прогуливался по лужайке перед домом и поглядывал на небо. «Надо же, он все время ждет инопланетян», – подумал я. «Вера, Филя, вы будете куриные котлетки?» – раздался голос Верунчика. В этот момент Пузырек остановился, ткнул пальцем в небо и закричал. «Смотрите, смотрите!» Мы стали смотреть. «Инело, инело!» – кричал Пузырек. Соседи и гости многозначительно переглянулись. «Дедушка как разволновался», – сказал сосед к Тане. «Идите его, успокойте». «И часто с ним такое бывает», – спросили гости. «Да вообще-то впервые», – отвечал я. «Компот уже остыл», – закричал Верунчик. И тут я тоже закричал. «Инело!» Потому что увидел это. И Вера тоже увидела и закричала. «Инело, инело!» «Где мои очки?» – тихо закричала мама. «Инело, инело!» – кричали мы с Верой. «Вам пора делать математику», – сказал Веручик и тоже стал смотреть. А соседка Тане сказала. «Хм, вы будете смеяться, но я тоже вижу». Все гости соседки Тани бросили свой чай и стали смотреть в небо. А в небе висело что-то яркое, большое и странное. Сначала мы подумали, что это полярная звезда. Но полярная звезда светит совсем в другом месте и в другое время. Это было именно НЛО. Все это поняли. И соседка Таня, и даже ее гости. Только мама не видела, потому что не нашла очков. Но она поверила на слово. Раз уж она поверила, то это точно НЛО. Оно висело на одном месте. Мы долго смотрели на него, пока Вера не сказала. «Мне кажется, я вижу окошки». «Это не окошки, а иллюминаторы», – сказал я. «Ты тоже видишь?» «Нет, не вижу». «Откуда ты знаешь, что это иллюминаторы?» – заупрямилась Вера. «Какая разница? Все равно ни окошек, ни иллюминаторов не видно», – сказал я. Вера разочарованно вздохнула и побежала кататься на велосипеде. Все остальные тоже хотели вернуться к обычной жизни, но не тут-то было. Гости соседки Тани собрались домой, но машина у них не завелась. Решили продолжить чаепитие, но электрические чайники не нагревались. Верунчик хотел готовить голубцы, но в кране почему-то не было воды. Ничего удивительного. НЛО хотело, чтобы мы смотрели на него, не отвлекаясь. Тут появился наш папа со стопкой книг и сказал, «А не устроит ли нам всем чече?» Представляете себе, все рассели с книгами на лужайке. Это еще одно свидетельство того, что НЛО было совсем близко. А Пузырек все смотрел в небо. Я думал, он будет прыгать от радости, но он был не особенно весел. На следующий день соседке Тани позвонила подруга с телевидения и сказала, что действительно НЛО несколько часов висело над Москвой. Все поздравляли Пузырька, будто он сделал какое-то открытие. А он снова был не очень-то рад. Может быть, он хотел, чтобы НЛО приземлилось прямо на нашу лужайку перед домом? Но это же невозможно. У нас очень маленькая лужайка. Шмыги-мышь. У меня есть одна знакомая мышь. Нет, она не просто знакомая. Она моя любимая. Белая мышь-шмыги. Шмыги-мышь. Я это говорю, чтобы она не обиделась. Она так ранима, моя шмыги-мышь. Она не настоящая, но абсолютно живая и очень теплая. Только кожаный нос холодный. Куда бы я ни шел, в театр или в гости, мышь всегда оказывается со мной. Она оказывается в кармане. Потом она говорит. Я боялась, что тебе без меня будет скучно. Смешная мышь. Мне не бывает скучно. Это она без меня скучает. Сначала мышь была маминой. Когда мама из нее выросла, она стала бабушкиной. Она полжизни просидела у проигрывателя, который проигрывал бабушкины пластинки, оперы, романсы и Аркадия Райкина. Это Райкин что-то рассказывал про белую мышь в греческом зале. Мышь, наверное, подумала, что это про нее. Во всяком случае, она каждый вечер садилась мне на плечо и шептала. «В греческом зале, в греческом зале, мышь белая!» Я назвал ее Шмагимышью, потому что у нее всегда легкий насморк. Видимо, ее продуло, когда она сидела у проигрывателя. Со мной у нее началась новая жизнь, полное приключений. Где мы только с ней не были. Мы были даже в греческом зале, который оказался вовсе не в Греции, а в Пушкинском музее. Приходим мы с мамой и Верой в Пушкинский музей. Снимаем куртки. «И что вы думаете? Из моей куртки выпадает Шмагимыш». «Зачем ты ее взял?» — говорит мама. «Я ее не брал». «Когда оставь ее здесь?» «Куда я ее дену?» «Запихни в рукав вместе с шапкой». «Ну, пусть она с нами походит». «Она уже здесь бывала со мной», — немного смущенно сказала мама. «Тем более. Я ее за пазуху положу. Она будет тихо сидеть». Мама промолчала, а Вера сказала. «Ты всегда ему все разрешаешь. Если бы я взяла свою лошадку, ты бы сейчас мне такое устроила. Еще неизвестно, как Шмагимыш будет себя вести». И действительно, как может себя вести Шмагимыш в музее? Мне стало интересно. Сначала был итальянский дворик. Мышь вела себя хорошо. Правда, она захотела посидеть на лошади рядом с рыцарем, но не вышла. Строгая музейная бабушка не позволила. «Мальчик, это же музей!» — сказала она. «Я-то знал, что это музей, и ничего нельзя трогать. Но мышь этого не знала». «Мам, разве маленькая мышь может испортить такого могучего рыцаря?» «Нет, но мышь может испортиться. Или с лошади упадет, или рыцарь рассердится. Так что не стоит рисковать», — сказала мама. В греческом дворике Шмагимыш возмутилась. «Женщины-кариотиды держат такой тяжелый портик. Как будто в Древней Греции было недостаточно мужчин. А где же боги и герои?» Музейная бабушка тут же ответила. «Боги и герои в греческом зале. Вон туда!» «Так вот оно что!» «Значит, греческий зал и правда существует. И вот мы в греческом зале». «Ох-ох-ох, сколько знакомых!» Запищала мышь, озираясь по сторонам. Увидев Гермеса, она сказала довольно развязно. «Привет, Гермес! Как дела? Как сандалии? Крылышки не пооптрепались. А вот мои, представь себе, совершенно развалились. Залетел бы к нам на огонек, рассказал бы что-нибудь веселенькое». Гермес совершенно окаменел от такой наглости. Мышь подошла к Гераклу, который возился с Киренейской ланью, и сказала. «Напрасно ты связался с этой ланью. Ее все равно отпустят, и тебе еще влетит от Артемиды. Это ведь ее любимое домашнее животное». Геракл смотрел на мышь, вытращив глаза, но продолжал совершать свой бессмысленный подвиг. У статуи несчастного Лаукоона с сыновьями, обвитого страшной змеей, мышь грустно сказала. «И кто тебя тянул за язык? Зачем кричал на улице, что троянский конь — плохой подарок? Они все равно его приняли, а Посейдон на тебя вон какую змею наслал». Мышь попыталась освободить Лаукоона и вцепилась зубами в жирную змею. «Руками не трогать!» — громко возмутилась музейная бабушка, которая ходила за мной по пятам. «А никто и не трогает руками», — возразил я. «Мама, мне стыдно и скучно», — сказала Вера. «Что такое?» — задумчиво спросила мама. «Ты разве не слышишь? Ему все бабушки делают замечания», — сказала Вера, готовая заплакать. «Это не бабушки, а смотрительницы музея. А почему же тебе скучно?» — спросила мама. «Потому что Филя все время разговаривает с мышью. Ты разговариваешь сама с собой, а я совершенно одна. Я уже сто раз видела все эти статуи в учебнике». «Не разрешайте ребенку трогать экспонаты», — продолжала музейная бабушка. «Я не притронулся ни к чему, даже пальцем», — возражал я. «Хорошо, хорошо, мы уходим», — сказала мама и взяла нас за руки. «Мы было пошли в другой зал, но тут мышь вырвалась у меня из рук. Сейчас только скажу пару слов этому нюне». Этим нюней оказался мальчик, вытаскивающий занозу из ноги. Небольшая мраморная скульптура. Сидит бедный мальчик, ковыряет ногу, и никто ему не поможет, ни мама, ни папа. Мышь прыгнула к нему на коленку рассмотреть получше, что там у него с ногой, и сказала. «Чё сидишь? Пошёл бы домой, взял бы иголку и вырвал бы занозу. Только потом надо обязательно зелёночкой». И мышь показала лапкой, как надо зелёночкой. Тут и Вера засмеялась, и мама. А музейная бабушка не засмеялась, а сказала. «Всё, я вызываю охрану, как не стыдно. И дети невоспитанные, и мама. Ходите в музей с мышами. Вам в детский сад надо, а не в музей». «Простите», — сказала мама. «Я обязательно воспитаю и своих детей, и себя, и своих мышей». Шмыги-мыш покраснела от стыда. «Вот воспитаете и приходите», — сказала бабушка, и вытолкнула нас из греческого зала. Мы вышли из музея. «Там были какие-то картины с лошадками, но из-за твоей шмыги-мыши я их так и не увидела», — сказала Вера трагическим тоном. Настроение было так себе. «Самое время пойти в Макдональдс», — сказал я, как ни в чём не бывало. Но мама сказала, — «Нет уж, с меня хватит». «Я со шмыги-мышью больше никуда не пойду», — сказала Вера. «Вот уж не ожидала, что шмыги-мышь может себя так плохо вести», — сказала мама. Карман, в котором сидела шмыги-мышь, вдруг потяжелел. Я заглянул в него. На меня гневно сверкнули чёрные глазки. Вечером шмыги-мышь не прыгнула ко мне на плечо, чтобы шепнуть про греческий зал. Она сидела на подоконнике, уткнувшись носом в стекло. «Мышь, прости меня», — сказал я. «Это я во всём виноват. Это я хотел залезть на лошадь, укусил змею и давал бесценные указания мальчику. Ты вела себя идеально. Это я вёл себя хуже некуда. Я просто хотел немного пошутить, чтобы в этих каменных залах, охраняемых строгими бабушками, было повеселее». Мышь не обернулась. Я взял её в руки, посмотрел ей в глаза, и вот что они мне сказали. «Знаешь, я столько раз бывала в Пушкинском музее и с твоей мамой, и с твоей бабушкой. Но никто и никогда в жизни не вёл меня так плохо. Мне стало так стыдно, что я покраснел». Добрые звери Вера с Нютой сидели на диване и гладили кошек. Подошёл наш пёс Вася. Стал просить, чтобы вы тоже гладили. Они его стали гладить. Вот они гладили-гладили, и Нюта сказала. «Хм, у вас полно зверей, и все добрые. И откуда они все пришли?» «Сначала нам подарили кошку Шиху», — отвечала Вера. «Потом Шиха убежала, и мы нашли Лизу на помойке». «Она плакала?» — спросила Аня участливо. «Когда?» «Когда на помойке сидела». «Да нет, что ты», — сказала Вера. «Она не знала, что на помойке плохо. Она там родилась. Зачем же вы её оттуда взяли?» «А мы не брали», — отвечала Вера. «Она, видимо, решила, что у нас ей будет лучше, чем на помойке, и прыгнула в папину машину». «Не выкидывать же её?» «Не выкидывать», — согласилась Аня. «И что дальше?» «Дальше вернулась Шиха, и у нас стало две кошки». Шиха Лизу не любила. Она от Лизы морщилась, как будто от неё пахла помойка, хотя мы Лизу после помойки вымыли и глистов прогнали. Может быть, Шихе не нравилось, что у Лизы на задних лапах белые горфики, и один горфик всё время сползает, — предположила Вера. Шиха думала, что Лиза неряха, — гадалась Нюта, — и подтянула свои горфики. «А как Вася появился?» «Ой, когда мы уже изнемогали от жизни без собаки, появился Вася», — сказала Вера. «А почему он Вася?» «На самом деле он доктор Ватсон». Филе тогда читал про Шерлока Холмса и хотел назвать собаку Колмсом. Но очень трудно подзывать собаку Холмс, Холмс, Холмс. Всё равно, что жуёшь пучок сена. Решили назвать доктором Ватсоном. И Вася настоящий доктор, он белый и добрый. «А что было с Шихой, когда Ватсон появился?» — спросила Нюта. Вася появился и тут же сделал лужу. Кошки были в ужасе. Они ведь такие чистёли. Они бегали за мамой и жалобно мяукали, будто спрашивали, «Неужели это мокрое чудовище здесь навсегда?» Первые два дня кошки прожили за телевизором. Потом Лиза подружилась с Ватсоном, а Шиха подружилась с Лизой. Наверное, решила, что Лиза пахнет лучше, чем Ватсон. А мы первые два дня не отходили от Ватсона. Даже когда он спал, мы сидели рядом с ним на коврике и обедали. Мама волновалась, что мы перестанем учиться. Успокоилась она только когда услышала, как Филис сказал, «Вася, пошёл вон отсюда!» «А Вася нападал на кошек?» — спросила Нюта. «Да что ты, он же считает, что они его тёти!» — сказала Вера. «А почему они от него в лес убегают?» — спросила Нюта. «Они не от него, они за мышами бегают и приносят!» — ответила Вера. «Но вы же не едите мышей!» — заметила Нюта. «Они их друг другу приносят!» Когда Шиха заболела, Лиза таскала ей мышей целыми охапками. Потом Шиха исчезла, и Лиза перестала приносить мышей. Теперь Китр ждёт детей, и Лиза ей мышей приносит. «Какая Лиза добрая!» «А куда Шиха исчезла?» «Непонятно. Исчезла и даже не попрощалась. Может быть, мышь какую-нибудь вредную съела и умерла?» «Бедная Шиха!» — опечалилась Нюта. «Да, ну а про Китр ты знаешь. Это дочь вашей кошки Нитки. Тут, как всегда, на самом интересном месте кошки спрыгнули с дивана и убежали в лес. Вася остался, и мы ещё долго его гладили. Я хотел бы установить мировой рекорд — дольше всех гладить кошку. Шиха не получилось. Гладил её только две минуты, и она убегала. С Лизой результат был получше — семь минут. Чемпионкой стала Китра. Я могу её гладить десять минут!» Напрашивается вывод. Каждая следующая кошка гладится дольше предыдущей. «Вот если бы Вася был кошкой, я побил бы все рекорды. Один раз я гладил его так долго, что уснул с ним на коврике». Кошачий дедушка. У нашей Китры вдруг оказалось четверо детей. И очень хороших детей. А она оказалась мамой. Очень хорошей. Почти как наша. Китра и впрямь удивительная мама. Она не только кормит своих детей, она ими восхищается. Даже ночью, прибегая с прогулки, она восклицает. «Какие прекрасные дети! Неужели мои?» Она, кажется, не понимает, откуда у неё взялись дети. Должен признаться, я и сам не очень понимаю. Ничто этого не предвещало. Когда они родились, она вылизывала эти странные комочки мокрого меха, и выражение лица у неё было испуганное и виноватое. Будто хотела сказать. «Ваш, извините, что так вышло. Я и сама не ожидала. И что это я натворила?» А я, как всегда, из-за этой школы всё самое интересное пропустил. Котят обнаружила мама, которая пришла посмотреть, что с Китрой. Потому что до этого Китра целый день металась по дому и не находила себе места. Ложилась даже на клавиатуру моего компьютера, отчего на дисплее отражалось её смятение. Сплошные, вопросительные и многозначительные знаки. Она десятки раз выбегала под Жасмин, где у неё был свой личный туалет. Но безрезультатно. Она пыталась прыгнуть на шкаф, но и это ей не удалось. «Дело плохо», — подумала она. В последнее время она чувствовала себя ужасно неповоротливой. Её пушистая шея совсем облысела. Хвост стал похож на скелет селёдки. Все смотрели на неё с жалостью. Она, наверное, подумала, что такие страшные кошки должны становиться невидимыми. Но стать невидимой теперь было для неё не так-то просто. Она с трудом протиснулась под книжный шкаф. До этого она была невероятно прыгучей. Прыгала просто так, от радости. И было чему радоваться. Она была похожа на кошку редкой породы, с косматыми ушами, бровями и огромным пышным хвостом. У неё были свои странности и причуды. Она бегала за красным огоньком игрушечного лазера, пыталась смахнуть пятнышки со стен, потому что не терпела беспорядка, билась во все закрытые двери, потому что считала, что от неё не может быть секретов. Она подпевала, когда Вера играла на флейте. Она завтракала листьями авокадо и обожала кувыркаться на коврике под мелодию из розовой пантеры. Она была так хороша собой, что все соседские коты... Ой, да, коты! Вот, наверное, откуда взялись котята. Соседские коты, конечно, не просто так толпились у нашего порога. И серый Франц с белой бабочкой на грудке, и полосатый пижон в белых носках, и косматый рыжий хиппи... Все они хотели жениться на китре. Бедный Вася пытался прогнать женихов, но силы были неравны. Котов было много. Они лезли во все дыры и щели и орали на все голоса. К тому же Вася ночью спал, а коты и китры не спали. Было хорошо слышно, что они не спят. Вася обижался на китру. Он потеснился ради неё на коврике, разрешил играть своим хвостом и пить из своей миски, научил её улыбаться, ходить с нами на прогулку и бегать под жасмин по своим надобностям. Благодаря Васе китра стала кошкой с лучшими собачьими свойствами. И вот откуда-то взялись эти мелконогие царапунки, пахнущие китрой и играющие его хвостом. Вася с удивлением смотрит на них и на меня. Я ему говорю, ну что тут странного? Ты был кошачьим отцом, а теперь ты кошачий дедушка. Вася вздыхает, ложится на коврик, его обнимает внучата и все засыпают. Кстати, котята очень красивы. Я даже подумала, не заняться ли их разведением, но мама говорит, что это неприбыльное и очень хлопотное занятие. Конечно, хлопотное. Во-первых, они поселились у меня в нижнем ящике комонды, где лежат носки. Теперь каждый носок я достаю под их недовольный писк. Во-вторых, они подросли, и китра стала от них уходить. А без нее они спать не ложатся, прям как мы с Верой. Наш папа вчера никак не мог их уложить. Только он собирался уходить, они бежали за ним. В-третьих, сегодня они спали у меня в кровати. Я никак не мог вытянуть ноги, но терпел. Наши намерения Каникулы даются нам для того, чтобы наверстать все упущенное во время учебы. Я целыми днями буквально разрываюсь между компьютером и телевизором. А Вера сидит, что-то напевает и никуда не торопится. Меня это удивляет. Я все хочу спросить, о чем она думает, но времени не хватает. Однажды у нас отключили свет, и ничего не работало. Мы зажгли свечи, и я задал Вере вопрос, который давно меня волновал. О чем ты думаешь, когда вот так сидишь и ничего не делаешь? Вера долго смотрела на горящую свечу и очень серьезно сказала. Я думаю о том, что будет дальше. И что будет? Еще не придумала, сказала Вера. А еще о чем? Вылетит эта муха из комнаты или не вылетит? И все? Нет. Я думаю, куда еще меня комар укусит? А куда уже укусил? В руку, ногу и щеку. Ну, это еще ничего. Это можно почесать. А если комар залетит в рот и в животе укусит? Ужас. Там не подчашешь, согласилась Вера. Комар всегда ждет, когда у тебя руки будут заняты, и кусает. Чем заняты руки? Ну, рулем велосипедным. Ничего, скоро уже не будет, комаров, успокоила меня Вера. Да, но ведь и лета не будет, заметил я. Тут к нам зашла соседка Нюта, очень счастливая, и говорит. А у нас свет выключили, и телевизор не работает. И у нас, сказали мы. А мне мама новый горшок купила, красивый, большой, красный. Поздравляю, в один голос сказали мы с Верой. А еще мне бабушка новые тапочки подарила. Розовые все в блестках, продолжала Нюта. Повезло тебе, сказали мы. А на Новый год я надену розовое платье, вот такое вот здесь узкое, а тут вся эта пышность. И Нюта показала, где что будет. Здорово, сказала Вера. Только до Нового года, к счастью, еще далеко. Почему, к счастью, спросила Нюта, потому что лето еще не кончилось. А я уже так хочу в садик, сказала Нюта. Здесь она не встретила в нас никакого одобрения. В садик мы с Верой не хотели. Тогда Нюта предложила. Вера, ну давай поиграем с тобой в двух тетенек. Это как? Сначала две тети встретились, потом пошли на работу, потом пошли сдавать листочки. Какие листочки, спросила Вера. Ну какие? С заданием, отвечала Нюта. А кому сдавать? Как кому? Боссу? А кто босс? Ну кто кто? Это как воспитательница у нас в садике, ответила Нюта. Понятно, но что-то мне не хочется сейчас играть. Нюта обиделась. Все меня сегодня обижают. Включила телевизор, света нет. Пришла к Вере, а она со мной не играет. Нюта стала хныкать, но недолго. Потому что пришел наш папа и сказал, у нас света нет, что ли? Компьютер не работает. И телевизор, подтвердила Нюта. Папа посмотрел на всех нас, сидящих в темноте, и спросил. Ну что, какие у вас в жизни намерения? Папины вопросы иногда ставят нас с Верой в тупик. Особых намерений у меня не было, а Вера стала икать от неожиданности. Тогда он спросил Нюту. Нюта, ну хоть ты скажи, какие у тебя намерения? Намерения? Какие намерения? Платья и туфли. Вот какие намерения, ответила Нюта. Ну вот, обрадовался папа. Хоть какая-то определенность. А вы что думаете? Я думаю о снеговике, ответила Вера. В каком снеговике, удивился я. Которого мы слепили в прошлом году, сказала Вера. И что ты о нем думаешь? Это он обо мне думает. Если икаешь, значит, кто-то о тебе думает. Надо перебирать в уме всех знакомых, и на ком икать перестаешь, тот о тебе и думает. Хм. И кто же о тебе думает, спросили мы. Снеговик, ответила Вера. Прошлогодний, уточнил папа. Да, подтвердила Вера. Папа помолчал немного и сказал. Как все-таки хорошо, что свет выключили. Мы наконец узнали, о чем думает снеговик. Тут пришла мама. Это не снеговик о тебе думает, а я, сказала мама. И что ты думаешь? Я думаю, что когда света нет и ничего не работает, надо этим воспользоваться и лечь спать пораньше. А во сне можно увидеть того, кто о тебе думает. Это был хороший повод, чтобы пойти спать. Больше просто ничего не оставалось. Визит Матвея. К нам приехал маленький Мотя. Ему почувствовали себя большими и никому не нужны. Мотя рыдал. Вокруг него все бегали, предлагали ему все, что нам не разрешают. Мама, например, никогда не говорит. Дети, хотите включить телевизор? А Мотя включили. Хотя он и не просил. Ему навалили целую кучу игрушек. А нам всегда говорят, хватит играть, делайте уроки. Мама стала петь ему песенки. А нам уже давно не поет. Все качали его на руках. А нас уже давно не качают. Говорят, что слишком тяжелые. Зачем тогда говорить, что мы такие худые? Худые, но тяжелые. Хм, ужас какой. Мотя сидел у телевизора с кучей игрушек и горько рыдал. Потом мама подарила Моте столовый набор. Мотя увидел ложку и пустую тарелку и зарыдал еще громче. Так мы поняли, что Мотя очень голоден. Его, наконец, догадались накормить. И он умолк. Но ненадолго. Пока он молчал, мы решили все это обсудить, то есть перетереть. Да, хорошо быть маленькой, начала наша соседка Нюта. А ты разве большая, удивилась, Вера? Тебе всего шесть лет. Нет, я уже большая. Мне хотелось бы стать совсем маленькой, сказала Нюта. Тебя катают в коляске, ноги не устают, с тобой сюсюкаются, смешные рожицы показывают. Ты ноешь, тебя успокаивают. Но маленьким много чего не разрешают, сказал я. Маленьким много чего не нужно, замечила Вера. Например. Например, им не нужны туфли на шпильках, лошадь им не нужна, живая. Но им же чего-то хочется. Они просто не могут сказать. Что толку? Вот я могу сказать, а мне все равно не разрешают, сказала Нюта. Чего не разрешают? Вот мне хочется жвачки и пакетик конфет с какой-нибудь ерундой, сказала Нюта. И что же? Что же? Говорят, что я лопну как пузырь. У меня будут гнить зубы, ответила Нюта. А жвачки не гниют зубы, сказал я. Только пломбы выпадают, сказала Вера. Все-таки маленьким хорошо, у них зубов нет, сказал я. Мотя опять горько зарыдал. От соски он категорически отказался, от бутылки с молоком тоже. Взрослые снова вокруг него забегали, в телевизор ему, игрушки и всякие сю-сю. Он все рыдал. Потом Мотина мама, Оля, решила его переодеть. Когда сняли памперсы, запах причины Мотиного недовольства повис в воздухе. Мотю переодели, и он, уставший, мокрый от слез, схлипывая, уснул прямо на руках у мамы. Вот, совсем ребенка замучили, сказала Нюта. Конечно, быть маленьким хорошо, но сколько же нужно орать, чтобы взрослые тебя поняли, сказала Вера. А уж когда варить начинаешь, тут они и вовсе тебя понимать перестают, подумал я. Большой театр. Я думал, что в большой театр пускают только больших. Поэтому, когда узнал, что мы идем в большой театр на Евгения Онегина, я удивился и не очень обрадовался. Я подозревал, что там мне не дадут расслабиться. Наверняка надо будет вести себя как-то особенно хорошо. И, конечно, меня заставят надеть костюм славы. Это такой костюм, в котором я читаю стихи на школьных вечерах. В нем можно только стоять. Ходить в нем невозможно. А сидеть просто опасно для жизни. Потому что, когда садишься, пиджак продолжает стоять. А я начинаю в нем тонуть. Я пытаюсь из него высунуться, но он все выше и выше задирает плечи. Просто кошмар. В костюме славы ничего не видно и не слышно. И история эта про Онегина, который убил Ленского на дуэли, была какая-то темная. Лучше остаться дома и лежа на диване с кошкой Шихой, посмотреть Евгения Онегина на видео. И вообще, зачем нужен театр, если есть кино и телевизор? Но я все-таки пошел в большой театр. И вот почему. Первое. Чтобы узнать, зачем нужен театр. Второе. Чтобы узнать, за что же Онегин убил Ленского. Третье. Чтобы не расстроить маму. Забегая вперед, скажу, удалось только последнее. Но я не жалею, что пошел. Во-первых, мама разрешила мне не надевать костюм славы. Во-вторых, большой театр оказался действительно большим. В нашем доме он не поместится. В нашей квартире не поместится даже вешалка левой стороны второго яруса. Билеты у нас были очень хорошие. Только в разных местах. Мы с мамой сидели на втором ярусе во втором ряду. Вера с папой сидели на четвертом ярусе, но в первом ряду. Вере, конечно, повезло больше. Она оказалась совсем близко от хрустальной люстры с висюльками. Такой огромный, что по ней можно спокойно походить. Надеюсь, она крепко приделана к потолку. Люстра стала гаснуть медленно и незаметно. Так незаметно гаснет солнце. Только мы не знаем, что будет, когда оно окончательно погаснет. А вот что бывает, когда гаснет люстра в Большом театре, я знаю. Начинается увертюра. Увертюра играется, как я понял, для того, чтобы зритель истомился в ожидании открытия занавеса. Когда занавес открылся, на сцене был огромный дом с колоннами и сад. А рядом со мной сидели две старушки, и одна из них воскликнула. «Какие декорации, как пятьдесят лет назад!» Интересно, где же все эти пятьдесят лет хранились такие огромные деревья и колонны? Если их кое-как бросить, они же сломаются. Для них нужно много места. Пока я об этом думал, на сцене появились крестьяне. Они пели и танцевали, но мне удалось их пересчитать. Пятьдесят четыре. Да, пятьдесят четыре крестьянина и крестьянки. И где они все помещаются за сценой? Какой все-таки большой театр. Потом пришли Ленские с Онегиным, а в зрительном зале что-то случилось. Все зашептали «Басков, Басков!» Мама посмотрела в программку и сказала, что Ленского поет Николай Басков. Оказалось, зрители знают не только Баскова, но и всю партию Ленского. Сидящие рядом старушки пели вместе с ним. Это хорошо. Если Басков вдруг случайно забудет слова, ему сразу подскажут. В этом смысле он мог не волноваться. А я вот немного волновался. Я знал, что скоро дуэль. Значит, будет выстрел. Интересно, громкий или нет. Я боялся, что Вера, сидя на четвертом ярусе, может испугаться. Онегин мне сразу не понравился. Ничего лучше не нашел, как рассказывать девушкам о своем больном дяде. С другой стороны, сестры Ларины были не так уж молоды. Когда Татьяна писала Онегину письмо и говорила, что ей душно, я подумал, что у нее поднялось давление, как у нашей бабушки. Все равно, Онегин мог бы и помягче как-то с Татьяной. А то прям в лицо ей заявил, что не создан для семейного счастья. Лучше бы написал письмо. Почему-то в любви объясняется чаще всего письменно, а в нелюбви устно. Хорошо бы, кстати, устроить такой антивалентинов день, когда можно всем, кого не любишь, на красивой открытке об этом честно написать. В антракте мы встретили Веру с папой, и мама сказала, идемте в фойе. В этом фойе, наверное, мороженое и пирожные со взбитыми сливками, подумал я. Десертов в фойе не оказалось. Зато было много зеркал. В каждом из них я отразился с разным выражением лица. Еще там был, похоже на пирожное, белый рояль. Я решил попробовать его на звук. Открыл крышку и взял несколько аккордов. Как известно, у каждой крышки стоит бабушка, которая ее охраняет. Рояльная бабушка стала ругать сразу нас всех. Кроме Веры, которая делала вид, что она не с нами. Я хотел бабушке сказать, что рояль надо запирать на ключ. Но не успел. И бабушка не успела нам высказать все, что хотела, потому что прозвенел звонок, и мы побежали по своим ярусам. Начался бал у Лариных. Гостей собралось много. Примерно 58. Не считая Лариных. Хорошо быть гостем. То в карты играешь, то болтаешь о том, о сём. Вот интересно, о чём? О чём разговаривают артисты, когда они на сцене пьют чай? А ещё интересно, настоящий чай или нет? Онегин стал танцевать с Ольгой, а Ленский страшно обиделся. Ольга, надо сказать, ничуть не моложе Татьяны. Неужели они будут из-за неё стреляться? Я всё ещё надеялся, что обойдётся. Увы, не обошлось. И вот одинокий Ленский поёт, сидя под снегом, свою знаменитую арию «Куда?» «Куда, куда вы удалились?» Старушки поёт вместе с ним, утирая слёзы. «Ленский же ни в чём не виноват», — дёргал я маму. «Ни в чём. Почему бы Онегину не стрельнуть мимо?» «Это значит ещё больше оскорбить Ленского. А убить — это не оскорбление. А стрелять в своего друга ни за что не просто. А куда секундам-то смотрят? Почему они их не остановят? А пистолеты у них с пистонами или с холостыми? А почему нельзя стрелять холостыми патронами? А Онегина в тюрьму?» В этот момент прозвучал выстрел. Очень громкий. Наверное, Вера испугалась. Во всяком случае, мама вздрогнула. Ленский упал. Он упал как-то сразу весь. Сомнений в том, что он убит, не было. И тут все захлопали. Странно, что смерть Ленского вызвала такую бурную радость. Может быть, он всё-таки не убит? «Браво! Браво!» — кричали старушки и плакали. Басков вышел кланяться и попал под букетный обстрел. Букеты летели в него со всех сторон. Я насчитал пятнадцать штук. После антракта из нашего яруса исчезли все старушки. Значит, они приходили ради Ленского. Значит, Ленский в опере больше не появится. Значит, он точно погиб. Я надеялся, что Ленский появится в виде призрака, терзающего Онегина, который будет злить в тюрьме. Каково же было мое удивление, когда в третьем действии я увидел Онегина и вовсе не в тюрьме. Как ни в чём не бывало, Онегин явился на бал. Примерно тридцать восемь танцующих, не считая слуг. На балу он встретил Татьяну. Она не помолодела и уже была замужем, но Онегин вдруг в неё влюбился. Мало того, Онегин со своими объяснениями ворвался к ней в дом. Я ждал какого-то возмездия за убийство Ленского, но Татьяна только плакала. Я надеялся, что войдёт муж Татьяны. Было бы логично, если бы он, застукав Онегина у своей жены, вызвал его на дуэль и, наконец, отомстил за Ленского. Но муж так и не вошёл. Татьяне пришлось самой выгонять Онегина. Она его выгнала, и занавес закрылся. «Это что, конец?» — спросил я. «Да», — ответила мама. «Его так и не посадят?» «За что?» — спросила мама. «Так, будто Ленского вообще никогда не было». «Как за что?» «За Ленского! Его никак не накажут?» — возмущался я. «Он же сказал. Позор, тоска. Вот жалкий жребий мой». «И всё?» Короче говоря, после спектакля у меня появилось ещё больше вопросов. Почему Онегина не посадили в тюрьму? И почему про этого Онегина Пушкин написал целый роман в стихах, а Чайковский — целую оперу? И в таком большом театре показывают всё это много лет. И старушки ходят и ходят сюда смотреть, как убивают Ленского. Может, они надеются, что однажды Онегин промахнётся, и Басков споёт ещё и в третьем действии. Мы вышли на улицу. Мама была очень довольна. Ей всё понравилось. Папа тоже был доволен, потому что стулья в большом театре были мягкие и удобные. А Вера... Вера что-то бормотала и загибала пальцы. «Ну как, Вера, тебе понравилось?» — спросил я. «Шестьдесят четыре», — сказала Вера. «Что шестьдесят четыре?» — переспросил я. «Шестьдесят четыре человека в оркестре, не считая дирижёра». Свободные художники Я всё время рисую. Я нарисовал уже столько лохматых викингов, ушастых эльфов и клыкастых орков, что хватило бы на целое войско. Мама беспокоится, как бы я ни стал свободным художником. Не понимаю, разве это плохо быть свободным художником? По крайней мере, не надо рано вставать. Но мама говорит, чем свободнее художник, тем труднее ему приходится. И чтобы мы с Верой поскорее узнали, как трудно приходится художнику, почём фунт художественного лиха, мама отправила нас на пленэр. Что такое пленэр? Это когда сидишь где-нибудь в поле на маленьком стульчике и рисуешь пейзаж. Оказывается, первыми до этого додумались импрессионисты. Раньше художники писали природу по памяти, сидя в своих мастерских. Странно, что им не приходило в голову выйти на свежий воздух. Может, они ленились таскать за собой этюдники? Или боялись, что погода испортится? Вон, Ван Гог и Гоген ничего не боялись. У них сносило ветром шляпы и мольберты, но они всё равно рисовали поля и виноградники. Видимо, сносило не только шляпы, потому что, в конце концов, Ван Гог отрезал себе ухо, а Гоген уехал на Гаити и остался там навсегда. Мы так далеко не ездили. Наш пленэр состоялся в детском лагере Белозёрки под городом Клин. Нам с Верой крупно повезло. Наконец-то мы пожили в лагере и вдоволь наелись горохового супа. Но главное, мы пожили, как настоящие художники. В четыре утра рисовали восход солнца, а в десять вечера, невзирая на комаров, рисовали закат. Мы рисовали всё, что попадалось на глаза. И поле, и речку, и чертополох, и даже помойки. Потом возвращались и рисовали то, что не успели нарисовать на улице. Мальчик Миша, например, рисовал насекомых с натуры. У него был свой особый метод. Миша раскладывал на столе бумагу, тушь и перья, надевал жёлтые шлёпанцы и шёл ловить натуру. Почему всё именно в таком порядке и почему шлёпанцы? Да потому что живая натура не будет ждать и уползёт, пока ты будешь снимать кроссовки, искать бумагу, тушь и перья. Пойманное насекомое он нёс бережно, чтобы не повредить его изысканную форму. И ни в коем случае не убивал. Настоящие художники трепетно относятся к натуре. Миша натуру оглушал нежным щелчком. Насекомое падало в обморок, и надо было торопиться, пока оно не очнётся. Он возился с паучками и жучками, как с котятами, но время от времени они всё равно становились жертвами искусства. Миша из-за этого очень страдал. Однажды Миша посадил в одноразовый стаканчик шмеля и рисовал, глядя в дырочку. Он старался передать мохнатость шмелиной спинке. Он так долго старался, что шмель очнулся и стал метаться из стороны в сторону. Миша уговаривал его посидеть спокойно хоть пять минут, но шмель не слушался. В конце концов, шмель выбился из сил и умер. Все остальные настоящие художники уверяли Мишу, что шмель просто уснул. Но Миша не верил и был в отчаянии. И с мухой произошла неприятная история. Оглушённую муху Миша положил на крышечку от туши и куда-то отлучился. Пришла девочка Катя. Она тоже рисовала тушью, только Катины модели были крупнее Мишиных. Во всех отношениях. Она рисовала великих писателей, художников и композиторов. Например, встречу Чайковского с Пушкиным. Чайковский мог о таком только мечтать. Он ведь родился, когда Пушкина уже не было. А на Катином рисунке они встретились, поговорили и даже успели поссориться. Из-за чего? Из-за Онегина, конечно. Они поспорили, что лучше, роман Евгения Онегина или опера Евгения Онегина. А художник Репин так долго любовался птичкой, и что у него отросла борода. Он ходил за птичкой вокруг дерева и не заметил, как борода на дерево намоталась. Репину стало неудобно ходить, а ножницы у него с собой не оказалось. Но он все равно улыбался, потому что птичка была очень красивая. Катя, девочка аккуратная, увидела, что тушь выдыхается, и накрыла ее крышечкой, а Мишину муху не заметила. Миша вернулся, посмотрел на крышечку, все понял и мрачно сказал. Натура исчезла. Он открыл банку, заглянул в нее и добавил. Растворилась в материале. Ты это о чем не поняла Катя? Тут муха на крышке лежала. Ты не видела? Еще я буду смотреть на всяких мух, презрительно сказала Катя. Это не всякое, это длиннокрылое. Да ладно тебе, вон сколько мух летает. Да, а это уже не полетит. Ты ее утопила, сказал Миша. Ой, какой ужас, засмеялась Катя. Миша немного помолчал и спросил. А жену Фредди Крюгера ты видела? Нет, ответила Катя растерянно. Тогда подойди к зеркалу и посмотри. Катя пошла. На полпути к зеркалу она остановилась и сказала. Знаешь что, сам ты, Фредди Крюгер, ты своих мух истязаешь. Они у тебя или дохнут, или с ума сходят. Это все ради искусства. Я их изучаю. А ты все из головы рисуешь. А у тебя в голове ничего нет. Одни мухи. Ты своими мухами всех уже достал. Понял? Миша не ответил. Ему было уже не до того. Он нашел на окне спящую бабочку и начал ее рисовать. И Катя замолчала, потому что рисовала новую картину. Великий писатель удит рыбу прямо из окна своего кабинета. Одной рукой держит удочку, другой что-то пишет. На часах было два часа ночи. Кто-то собирался идти писать отражения луны в лужах. Но мы с Верой пошли спать. Засыпая, я думал. Да, вот она жизнь художника. Ни сна, ни отдыха, ни минуты свободной. Выяснить отношения. И то некогда. Про писателей я вообще не говорю. Даже рыбу нельзя поудить спокойно. Продолжение следует...